Друзья мои, всем здравствуйте, это я Романович и мы с вами продолжаем рубрику охота на патибоксы. Напоминаю, что здесь мы с вами пытаемся найти аналог, альтернативу патибоксам, которые сейчас в данный момент прям конкретно так подорожали. Плюс практически не продаются у нас здесь в магазинах. То есть вот вышел рядом с домом, купил патибокс, сейчас на самом деле так не разгуляешься. Ну и самое главное, цена конечно за патибокс 110 какой-нибудь, 50 тысяч рублей, хорошо 40 тысяч рублей, если где-то тебе повезло найти на Авито, это на самом деле дорого. И вот мы с вами рыскаем местный рынок и смотрим, что готовы нам предложить новые производители, ну или вот старые производители, ну не такие уж на самом деле новые, вот так я бы сказал, как Vibe. Которые по-моему еще в 2020 году свои портативные системы запускал, первый обзор у меня выходил на большую колонку еще в 2020 году, потом этой весной мы с вами познакомились с аналогом патибокса 1000. Ну и сейчас мы с вами приступаем к аналогу, ну или условному однокласснику, насколько я понимаю патибоксу 310, ну или минимум 110. Распаковка. Как вы видите, в принципе я уже все распаковал, здесь особо сильно ничего интересного внутри не было, поэтому не надо было здесь вот потрошить, как-то вот раскорячиваться на диване. Единственное, что я вам хочу показать, это пакет, ну чтобы стандартно, да, вы понимали, что вас в комплекте в принципе какие-то плюшки ожидают. Значит, есть пультец, для многих он важен, по-прежнему для меня пультец особо сильного значения не имеет. Значит, кабель AC, с помощью которого заряжается эта колонка, есть, кстати, в том обзоре, я вам не сказал на Vibe, еще тогда говорил, что типа провод какой-то странный, мы с ним обязательно разберемся. Оказалось, что это антенна для хорошего приема радиосигнала. Вот здесь хорошо, блин, мне это понравилась история. Слушайте, очень часто такие патибоксы, такие вот тумбочки с радио, ну не алло, в патибоксах-то вообще нет радио. Здесь оно есть, там и на Fiera есть радио, на Salmax, по-моему. Значит, но у них нет специальной антенны. Здесь есть специальная антенна, подключил и, скорее всего, сигнал должен быть гораздо лучше, нежели где нет антенны. Ну и последнее, что у нас с вами остается, это Jack 3,5 и вот такие вот замечательные, алкалиновые, 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 да, батарейки. Это у нас все идет в пульт. Никаких микрофонов не идут в комплекте, все это вы покупаете отдельно. Ну, смотри, в смысле фирменных микрофонов Vibe, насколько я понимаю, нет, но, опять же, любой микрофон проводной сюда спокойно подключается ровным счетом, как и практически на все эти тумбочки. Мощность 120 ватт, версия Bluetooth 5.0, есть режим TVS, то есть две такие одинаковые колоночки можно будет спарить в стереопару. Функция Nitro Bass, прекрасно мы с вами знакомы, это типа Bass Boost, ну, короче, кто смотрел предыдущий обзор, понимает, усиление баса это. Full LED подсветка, это означает, что полностью экран у нее светится, где находятся динамики, значит, лицевая сторона. Мигающие в такт музыке светодиодные огни на боковых панелях, это у нас в простонародье называются стробоскопы. Прикольная херовина по предыдущему поколению, сужу. Металлическая решетка, IPX4, защита от влаги. Слушайте, ну, в целом это неплохо, но здесь уточняется, что на боковых панелях, то есть в целом боковые панели можно даже будет проливать пивом, что в целом, я думаю, достойно. FM-радио, я вам уже о нем сказал, значит, разъем для гитары, микрофона, есть такое дело, и батарейка у нас рассчитана до 10 часов. Давайте ее врубим, здесь на самом деле, наверное, самое время познакомиться с верхним блоком управления, да, чтобы у вас было понимание, что к чему. Значит, вот она, клавиша включения, здесь ничего нового. Огромное спасибо, что нет никаких тумблеров, они вот уже вот здесь, вот эти тумблеры. Сейчас заводится, короче, у них раньше с ключа заводились, сейчас заводится с быстрого запуска. Подсветка мы еще с вами разберемся, на самом деле здесь не дофига режимов, но есть дофига цветов. Тот самый нитро-бас, который нужно обязательно активировать, тогда будет гораздо все интереснее, собственно говоря, как и на JBL вся эта история, да, с бас-бустом все-таки поинтереснее. Это эквалайзер, важно, кстати, здесь эквалайзер есть как на караоке, так и, если просто слушаете музыку, соответственно, высокий можете подкрутить, можете с басиком поиграться. Есть готовые пресеты эквалайзера, ровным счетом, как и было на предыдущем вайпе, всевозможные попы, рэпы, джазы, роки, все здесь имеется. Ну и, собственно говоря, вот она плей-пауза. Барашек регулировки громкости, здесь подсвечивается, прикольно. Клавиши не люфтят, клавиши прям такие благородненько нажимаются, хочу отметить. По-моему, в предыдущем обзоре на вайпе я это не отмечал. Дисплейчик уверенный, слушайте, здесь мы и режимчики можем посмотреть, сколько батарейки осталось. Здесь все хорошо, и есть вот такое вот небольшое отверстие, небольшой лыжемент, куда вы будете вставлять свой планшет, если у вас будет какая-то вечеринка. Сразу, кстати, по поводу колес. Блять, надеюсь, не укатится. Здесь есть колеса, это удивительно на самом деле, да, для такой малышки мы с вами не видели ничего подобного. На трехсот десятки и на тысячи у пати бокса, ну и, наверное, на семьсот десятки есть эти колеса. Короче, здесь удивительно поставили. Я не думал, что на такой небольшой малышечке подобное будет. Катится хорошо, но единственное, понятное дело, я не знаю, это прям детям, наверное, ее катать. Потому что, ну, это вот надо в три погибели скрутиться, чтобы дотянуться до нее до пола. Ну, чисто, наверное, так, чтобы спины не напрягать где-то по квартире, а вот сказать, что ты, я вот сейчас попробовал до этого, да, до съемок. Сказать, что ты ее прям по дорожке где-то будешь катить к себе в сад, черт его знает. Куда-то ты будешь катить на пикник к друзьям, не знаю, в соседнюю деревню, тоже черт его знает. Колонку можно эксплуатировать, как вот так вот на попа ставя, да, ну, точно так же можно и положить на боковину. Здесь ничего нового. Пара слов по поводу, мать его, ручки, кстати, не сказал. Ну, здесь, в принципе, ожидаемо все херово. Конкретно режет руку. То есть, если ты ее за колеса не тащишь, а все-таки решил на весу нести, 13,5 килограмм вы поднимаете, и вам конкретно режет руку, ничего здесь хорошего нет. Значит, по периферии USB-шника 2, полноценные девайсы можете заряжать, вот ту самую антенну вставлять. Можете, конечно же, слушать музыку с флешки. Есть вход AUX, есть выход AUX, соответственно, гитара, микрофон, здесь диод подсвечивается. Ну и заряжается все это дело с помощью AC-выхода, тоже он здесь под резиночкой спрятан. Значит, фазоинвертор на месте, все здесь хорошо. Как всегда, стандартный тест наш фазоинвертора. Ну как считать, смотрите, если учитывая, что это все-таки представитель таких пати-боксов сотой серии, то, наверное, пойдет. Если все-таки мы его рассматриваем как конкуренты какой-нибудь трехсотой серии, то это непорядок. Кто смотрит обзоры регулярно, понимает, о чем я сейчас говорю. Значит, пара слов еще хотел сказать по поводу решетки металлической. Ну, видите, да? Она гнется. То есть ушатать можно. Прям спокойно. Кстати, еще по поводу корпуса. Мне прям написал подписчик, что он тестил эту малышку и говорит, типа, не забудь в обзоре сказать, что здесь MDF. То есть точно такая же история, как на пати-боксах. MDF корпус. Соответственно, здесь акустика у этого корпуса должна быть прям-таки хороша. К MDF все, в принципе, стремятся аудиофилы, да? Кто собирает какую-то там акустику домашнюю. Вот здесь вот MDF-ка заехала. В этом плане вайп молодцы. Ну и последнее, что еще хочется сказать. Опять обновление на эту колоночку выходит. К сожалению, пока без каких-либо приложений. До сих пор вам надо старым дедовским способом скидывать файл прошивки на флешку и втыкать вот тот самый USB-выход. Но самое, что мне понравилось, никаких там читов вводить, клавиш зажимать пять штук, а потом перекрещиваться не надо. Все здесь хорошо. Просто включил колонку, вставил флешку. Все. Раз она обновляется, перезагружается и вроде как обещали, что здесь NitroBus стал интереснее. Она стала чуть тише включаться якобы. И плюс большую показывает производительность по автономности. То есть раньше, видать, до этого все было меньше. То есть выкатывают прошивочки. В этом плане молодцы. На официальном сайте все это дело сообщается. Переходим к тестам. Живые тесты. Давайте именно с них начнем. Специально поставил нашу малышку в угол. Как многие мне советовали. Потому что фазоинвертор, он должен упираться в стену. Он должен выдувать все это дело в стену. Ну и плюс, благодаря, опять же, вот этому углу, акустика должна расходиться. Субтитры сделал DimaTorzok Забыл сказать, что живые тесты снимаем на Samsung Galaxy S23. Это не продакт-плейсмент, не реклама. Просто, чтобы вы понимали, что означает живые тесты, кто новый на канале. Вот в этом треке как раз таки раскрылась вся та система, о которой я вам говорил. Когда воздух из фазоинвертора, он не просто куда-то там стреляет по голубам. Просто вот уходит в пустоту. Нет. Он здесь прям концентрируется. Он непосредственно направлен в стену. И вот эта вот общая вибрация от акустики, как мы с вами любим. Вот когда мы с вами такие тестим коробки. Когда мы с вами тестим вот такие вот тумбочки. Она здесь распространяется. То есть мы в целом с вами получаем не просто вот такой вот плотняцкий, мощный, громкий звук. Еще и получаем вот какие-то такие, знаете, веяния концерта. Вот это прям сильно. Это прям очень хорошо. Наверное, это вот самая лучшая композиция, которая раскрывает эту колонку вот прям по максам. Сейчас же мы с вами будем дальше идти. Тоже вот по такого рода композиции. Можно будет приглядеться к ним. А вот потом перейдем уже непосредственно там к року. И там, где есть вокальчик и так далее. И вот вы уже посмотрите, как это будет кардинально отличаться от того, что вы сейчас увидели. Верный мир, цветами неба, окрасит нас. Бросками внутрь, чувствуй, вернется в долг весна. Наверняка сейчас многие слышали, что по басику произошел перегруз. Поэтому мы нитробас в данный момент вырубаем. То есть просто его оффаем. И вот сейчас будет рок без нитробаса. То есть вот прямо она будет в чистейших условиях. С чуть-чуть подкрученным эквалайзером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Рок, ну вот прям таки не его конек. Даже если ты ставишь тот самый пресловутый режим, давайте я вам, кстати, его покажу. А, блядь, покажу. Я привык, что здесь дисплей хер бы с ним с этим режимом. Короче, даже если ты ставишь тот самый пресловутый режим рок, к сожалению, как надо, вся эта история не раскрывается. И еще важный момент, что на многих композициях, мне хотелось честно отрубить нитробас, потому что он абсолютно съедает все звуковое пространство. Вот всю композицию он съедает, все улетает в бас. Мне где-то хочется высоких услышать, мне где-то хочется вокальчика услышать. Я отрубаю этот нитробас, и знаете, главная беда вайпа какая? Что он остается пустой. Вот понимаете, вот елка, вот этот вот ствол, куда обычно елки вставляли, вот примерно по щелчку раз, елки убираем, и вот такая вот рогатка торчит пустая. То есть ты смотришь на нее, ну вот такая вот она неказистая. Вот то же самое здесь происходит со звуком. Вот то есть он весь вот такой напыщенный, когда с нитробасом, да, они поигрались, да, они сделали прикольную херовину. Ну классно валит, наверное, вот в этом, если мы говорим в форм-факторе, это одна из самых басевых колонок. Здесь не отвертишься. Но то, что когда ты убираешь нитробас, то здесь вот, блядь, король-то голый, да, действительно так оно и есть. Это прямо исключительно про вайп. А с нитробасом далеко не весь свой плейлист послушаешь. И тем самым получается, что вайп нитро, нитро вайп x5 pro достаточно такая узконаправленная колонка. То есть она отлично подойдет под вечериночку, она отлично залетит на какой-то пикничок, особенно там, если собираетесь где-нибудь в большом доме. Все прекрасно будет, она отработает, особенно если куда-нибудь в уголочек ее поставите. Собственно говоря, как и любая колонка с фазоинвертором. Но вот сказать, что поставь ее вот здесь вот вечером, возле камина там или еще чего-то, и вот прям вот вкуси весь там сок альбома Нирваны там какого-то года, черт его знает, я вам так скажу. Еще по поводу аккума и громкости пару слов. Ну и подсветку сюда можно докинуть. Слушайте, значит подсветка понравилась, три режима есть, это хорошо, но с другой стороны, вы знаете, после обилия там вот у Саун Макса было 15 режимов или что-то такое, вот сидишь и чуть-чуть как-то вот скучновато. Хотя, с другой стороны, у Пати Бокса, у того же самого, да, вышеупомянутого, по-моему, около 5 или 6 режимов, то есть не сказать, что прям он сильно как-то отличается. Подсветка такая достаточно плавная. Единственное, что меня раздражает, на некоторых цветах, я, кстати, по-моему, в предыдущем обзоре на Vibe не сказал, большой, который аналог Пати Бокса, тысячного, видны светодиоды, мать его. То есть они видны вот здесь вот по периметру, которые вот вокруг динамика, и они вот здесь вот бывают виднеются. По-моему, на желтом очень хорошо видно. Вот это вот немножечко расстраивает. Классная тема стробоскопа, без вообще вопросов задает, значит, огонька дает своему вечеринке, это 100%. По поводу громкости, значит, 32 у нас здесь максимум. Я бы вам рекомендовал крутить, понятное дело, как и на всех вот этих вот аналогах Пати Бокса, 30-ку максимум, а желательно 28-29, потому что вот если мы берем ROG, то на 30-ке есть какие-то посторонние перегрузы. Есть такое дело, на некоторых композициях, особенно это касается серединки, да, там и высоких. Вот что-то как-то немножечко вот бывает, вот что-то слышишь какие-то странные реверберации, ничего хорошего здесь после 30-ки реально не ждите. И последнее я сказал по поводу аккумулятора, значит, здесь он более чем добротный, то есть здесь не уступит Пати Боксам, вот прям можете смело брать, если вам нужна автономная колоночка, не уступит Пати Боксам, не уступит своим конкурентам. По ощущениям, значит, вот моих двух-трех дней тестов, это что-то где-то около 6 часов практически на максимальной громкости. Слушайте, вот на чем нужно включать нитробас. Вот здесь вот прям лютейший отрыв хвоста, и я вам так скажу, что, наверное, вот с нитробасом это даже будет, вот, наверное, прям поинтереснее, чем условные какие-нибудь Пати Боксы там в пределах Энкора, например. Это будет на уровне Пати Бокса 110-го, то есть вот примерно где-то так с нитробасом. Но есть свои нюансы, если мы начинаем все-таки баттлить их и сравнивать, потому что Пати Бокс 110-й все-таки в целом звучит по-другому. И давайте сейчас прямо ответим на вопрос, стоит ли владельцам 110-го задумываться о этом вайпе. Значит, стартовать будем с вайпа, переключаться на Пати Бокс, ну и потом там дальше посмотрим. То есть всегда будет с каждой новой композицией первым играть в вайпе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скоро рассвет, но выхода нет, Люжба верни и поветели. Слушайте, владельцам 110-го, ну, навряд ли стоит сейчас лететь в магазины за вайпом X5 Pro, ровным счетом потому что на самом деле они ничего не приобретают. То есть это вайп наконец-таки добрался до Джибель Пати Бокса 110-го. Не по всем параметрам, но по одному параметру, кстати, перескакал, важно. Баса здесь от аккумулятора будет больше, он будет интереснее, он будет богаче. Но другой разговор, вы должны понимать, что какого качества этот бас. Этот бас больше такой вечеринчестый, он такой пончевый, он готов вот прям под рейв какой-то залететь. Это, да, непосредственно стихия вайпа. Если мы говорим о более таком благородном басе, чтобы в этом басе был цимус, то, понятное дело, здесь все-таки стоит обращать свое внимание на Пати Бокс 110-й. Но вайп на самом деле был в очень удобном положении, так как мы тестили исключительно от аккумулятора. А вот если бы к Пати Боксу 110-му подцепить сеть 220, то здесь низочек совсем по-другому раскрывается. Он прям набирает жиркуль, и это было бы уже интереснее. Здесь же, если подключаешь к сети вайп, то, к сожалению, ничего не меняется. То есть ровным счетом, как он играет от аккумулятора, точно так же он играет, если ты его подключишь в сеть. С этим разобрались, короче, для вечеринки вайп 100% залетит. Это будет даже интереснее, чем Пати Бокс от аккумулятора 110-й. Ну а вот что касается рока, что касается каких-то композиций, где есть направленность на вокал, то здесь к вайпу на самом деле немало вопросов. Пишите ваше мнение в комментариях. Очень интересно будет почитать, что вы думаете насчет этого всего. Я знаю, владельцы вайп Nitro X5 Pro есть. Тем более они мне писали как раз-таки, сделай обзор, сделай обзор, смотри, какой колон купил. Дайте тоже знать, что вы думаете насчет этого всего, что сегодня увидели и услышали. Ну и ссылки в описании будут. Огромное спасибо ребятам, благодарность, что не боятся честных обзоров, все это дело присылают. Я готов за это разместить ссылку в описании. Если вас заинтересует покупка, то вот там вот можете все это дело узнать. И возможно мне даже какой-то промокодик предоставят. Возможно даже вам удастся урвать все это дело со скидкой. Стоит ли она, кстати, да, завершая вот это все, стоит ли она свои 29 990 рублей? У меня вопрос на самом деле. Особенно как владельца пати бокса 110, который я купил там за 30 тысяч рублей. Но правда это было 3 года назад. Наверное на данный момент все-таки на нынешние реалии стоит, но не 30 тысяч рублей, а все-таки ну 25. Мне кажется вот это вот ее цена. Вот за 25 можно поговорить, 30-ка все-таки чуть дороговато. На этом сегодня и все. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие видосы. Все, давайте красавцы. Пока.